Здравствуйте, и нет, мы не скажем вам идти к психологу, потому что вы к психологу по сути дела уже пришли, и я как профессионал хотел бы вам сказать так, что все решается, и у вас действительно много серьезных проблем. Во-первых, это сезофобия, то есть боязнь толпы, во-вторых, отсутствие коммуникационных навыков, то есть отсутствие навыков общения, в-третьих, это детско-родительские отношения, проблема детско-родительских отношений, в-четвертых, это неумение нести ответственность за свое жизнь, неумение принимать решения. В-четвертых, точнее, в-пятых, это заниженная самооценка и так далее. И за всем этим вам нужно работать. То есть, может быть, психологи вам не хотели помогать, потому что у вас слишком много проблем. Но в действительности, если вы осознаете эти проблемы, если вы готовы их решать, если вы не считаете, что самоубийство – это выход, то я могу помочь вам решить ваши проблемы. Мы будем постепенно, сперва в одном направлении, потом в другом. Будем учиться новому поведению. Но для этого нужно ваше желание, для этого, ну и на ваше стремление, нужно направление на конструктив, на педитив и так далее. Далее вы пишете, что у вас депрессия. Тут я должен уточнить, депрессия – это вы сами себе такой диагноз поставили или как? Потому что, если говорить о депрессии, как о психическом заболевании, то оно диагностируется психиатром и назначается соответствующее лечение. Причем, лечение как медикаментозное, так и психологическое. И прорабатывается соответствующее окружение человека, чтобы атмосфера вокруг него была благотворная. Если у вас нет поставленного диагноза врачу, то, вероятно, есть депрессивное состояние. То есть, состояние, при котором кажется, что все очень плохо, но это в действительности ваше субъективное переживание и не более того. И вам нужно, желательно, работать именно со специалистом, чтобы вот это депрессивное состояние приорвать, потому что оно вызвано негативными мыслями. И первое, наверное, что вам нужно сделать – это отдать себя отчет в том, что вы хозяйка своей жизни. Вы сами решаете, как вам лить и что делать. Далее, давайте определимся с тем, чего вы хотите, какие у вас желания, к чему вы стремитесь, какие ценности. И далее, что вам мешает к этим ценностям стремиться? Что вам мешает, по сути, быть собой? И вот с этими блоками, с препятствием и нужно работать. И это ответ не формата вопрос-ответ, это вопрос терапии, это вопрос периодических консультаций со специалистом. Поэтому, да, ваша проблема сложна, она многогранна, но ее можно решить при желании. Поэтому я вам рекомендую выбрать специалиста на нашем ресурсе. Почитайте профили, посмотрите, кому вы доверитесь и начните работать. Начните брать жизнь в свои руки и нести ответственность за нее самостоятельно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, то буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго.